Три дня и две ночи. Именно столько времени жительница поселка Муловка Марфа Щербакова провела в лесу. С чего началась и как закончилась эта история, расскажем далее. Вечером 13 октября в полицейском участке раздался звонок. В Муловке пропала 90-летняя бабушка. Звонила ее дочь. Она уезжала в город буквально на полтора часа. Но вернувшись, увидела на столе остывший обед, который приготовила для мамы. Взяв фонарь, она бросилась на поиски. Но они успехом не увенчались. Здесь, в общем, все-все-все, где нам может быть. В козлятнике нет козы на месте. Значит, козлятник чистый. То есть, это говорит о том, что козы только недавно пришли. Вот. Ее нет. Как выяснилось позже, отправная точка была выбрана верно. Именно около дачи ее и видели в последний раз. Пока козы паслись, бабушка пошла в лес нарезать камыша и травы для животных. Ориентиры, видать, потеряла. Не слышит. Так бы она вышла на гол машины. Или на человеческие голоса. Как признаются полицейские, сложностей было много. Собаки не могли взять след. Крики не помогали. Бабушка совсем ничего не слышит. Первый день поиски продолжались до трех часов ночи. Но безрезультатно. На следующий день тоже был организован штаб. По поиску в этот штаб входил кинолог, потом работники полиции, МЧС, волонтеры, просто жители. Ну, тоже искали, прочесывали. То есть, знали место ее обычного пребывания. Вот. Ну, тоже не увенчалось все успехом. Шел уже третий день поисков. К ним присоединилась и администрация города Димитровграда. Найти заплутавшую бабушку смог начальник службы информации, который, к слову, впервые оказался в этом лесу. После нескольких часов поиска увидел движущийся объект среди деревьев. Подошел ближе, увидел, что это женщина, которая там двигалась в направлении от дома медленно. Ну, понял, что это тот человек, которого мы ищем. Марфу Дмитриевну сразу же отправили в больницу. После обследования врачи сказали, что с ней все в порядке. А она уже рассказала свою историю. Говорит, что видела странных животных, неведомых птиц. Одна из которых, по ее словам, и помогла ей не заснуть в эти две ночи. Как воробей, да. Крутка черная. Сама черная. А... Сама черная, а вот тут вот желтый. Вот. Она мне никак спать не давала там. Никак спать не давала. Я маленько засыпаю, она мне по голове стучит. Стучит. Вот. Вот. А вот если хотите, вот туда сидеть, там пускай покажет. Там какие-то звери, да. Их в жизнь я не видел. Как рассказала нам ее дочь, мама у нее всю жизнь была атеисткой. Но эту птичку она считает знаком свыше. Антон Никитин, Элла Шахова, Герман Баранов, Вести Ульяновск, из Меликевского района.